Приветствую вас, Кейт. Вы пишите, я боюсь крика от близких или незнакомых мне людей. Страх это защита, а просто только в том, от чего вас защищается. В данном случае это страх, что ли от неуверенности в себе, то ли от чего-то другого. Так, становится очень не по себе. Ну вот тут надо бы раскрыть, что значит становится очень не по себе. Страшно, что страшно. Да любой наезд в мой адрес или же хамство. Ну вот здесь вы скорее уже говорите о некой незащищенности, о неком таком вот чувстве незащищенности. Вы говорите. Вы говорите о невозможности себя защитить. Вот. Вы говорите о страхе оказаться незащищенной, а там, ну допустим, перед кем-то, да? Вот. Вопрос заключается на самом деле несколько в другом, на мой взгляд. Вопрос заключается в том, почему вы можете в принципе бояться, допустим, того, что кто-то на вас там будет как-то вот кричать, к примеру, да? Вот. С чем это связано? Что происходит, что может произойти, например, с вами? Допустим. Что может с вами случиться? Как изменится ваше представление о себе в этом случае? Ну в этом случае, в этот момент, да? И так далее. Вот. Мне кажется, мне кажется, что это очень важный момент. То есть очень важно для нас с вами понять, почему вы можете бояться, вот, например, того, того, что вы окажетесь незащищенны, да? В чем вы неуверенны в себе? Почему вы неуверенны в себе? В чем вы неуверенны в себе? неудившись и неужеренны в себе? Ну, что вы неудачащихся, да? Что, раз, я на свой счёт, какие-то вещи принимаю, значит, я боюсь, я боюсь того, что... Значит, ну, на меня будут кричать, условно говоря. Я боюсь того, что я не смогу себя, грубо говоря, защитить. Да? Вот. И, собственно, это является ключевым моментом. Но, как вы, наверное, сами понимаете, что вы себя не защитите таким образом, таким, ну, таким путём. Вы себя не защитите. Вы защитите себя только в том случае, если будете вырабатывать к себе, опять же, к себе адекватные отношения. Вот в этом случае вы, я думаю, вполне могли бы перестать бояться криков. Вот. А пока, пока что, пока вы будете просто стараться, пытаться крика, там, допустим, избежать, да? Вот. Ситуация будет несколько более, ну, несколько более сложной для вас, скажем так. Вот. Такая вот история. То есть, природа страха вашего, ну, конечно, очень важна. А именно, именно, именно природа, именно природа вашего страха, конечно же, важна. Но, но, то, во что всегда это будет, там, условно говоря, опираться, да, вот, то, во что всегда это будет опираться. Это всегда будет ваша такая вот неуверенность в собственных, значит, силах, да? Вот. Ваше сомнение в себе, вот, и страх изменения представлений ваших о себе самой. Вот. И, соответственно, именно поэтому и вы будете испытывать вот те переживания, да, которые у вас имеют место быть по факту, по сути дела. Ну, вот. Вот, примерно, такая история. Примерно так я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Значит, сперва нужно разобраться, установить, условно говоря, ну, установить точную причину, почему вы испытываете то, что испытываете, да? То есть, вот, именно, почему вы чувствуете то, что чувствуете, и с чем связан ваш такой вот страх. Ну, вот. А дальше уже можно будет исследовать, исследовать вашу ситуацию, вот, и думать, чем можно, чем можно вам помочь. Вот. Такая вот история. Такой момент. Я очень надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку вами в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Спасибо. Продолжение следует...